В Реутове состояло заседание антитеррористической комиссии. Участие в нем приняли заместитель главы администрации Николай Турапин, руководители муниципальных отделов силовых структур, а также представители городских учреждений образования и культуры и частных охранных предприятий. В преддверии нового учебного года они обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности в школах и детских садах. В настоящее время все образовательные организации оснащены паспортами безопасности согласно требованиям постановления правительства Российской Федерации номер 1006. Охрану образовательных организаций обеспечивают в круглосуточном режиме сотрудники частных охранных предприятий, таких как Криптон, Оберег и Реутов безопасности. Все сотрудники охраны снабжены средствами связи, ручными медалоискателями, и также есть кнопка экстренного вызова полиции. Высокие требования предъявляют к подбору сотрудников охраны, причем как по уровню профессиональной квалификации, так и физической подготовки специалиста. Кроме того, в этом году в школах Реутовы обновят оборудование на входных группах. Во всех школах на входных этих группах ставим новые домофоны, самые современные, которые дают четкую хорошую картинку, чтобы человек мог видеть, как по телевизору, лицо, находящееся там за этой дверью, чтобы, так сказать, через первый порог преступник не мог переступить свободно, чтобы ему можно было задержать, рассмотреть, кто он такой, и принять соответствующие меры. Плюс ко всему, модернизируют электронные замки с магнитной кнопкой и установят двери с доводчиками. Внутренний рубеж безопасности, который находится не во дворе, а в школе, остается неизменным. Напомним, войти в учебное учреждение можно только по специальным карточкам. Для родителей и посторонних лиц вход в школы ограничен. На заседании антитеррористической комиссии также обсудили план действий по обеспечению безопасности на общественных мероприятиях, в том числе на предстоящих выборах в Государственную и Областную думы.